Вашего лица здесь не видно, не переживайте. Только вот эту вашу табличку. Значит, вы познакомились со мной? Да, да. Значит, у меня к вам вот такой вопрос. Заур Олидович, у нас, я так понимаю, вы зам по тылу, да? Нет, я замедленность начальника отдела по общим вопросам. По общим вопросам. В тыл входит в ваше подчинение. А безопасность сотрудников входит в ваше подчинение? Полномочия. Безопасность сотрудников полиции. Входит в вас сотрудников полиции входит в всех, в вас в том числе. Значит, первый вопрос касаемо безопасности сотрудников полиции, а также граждан, которые посещают отдел полиции. У вас тут рядом ведется стройка. Вы, наверное, могли ее видеть, вы мимо нее ходите. Значит, данная стройка ведется с нарушением всех норм и правил, предусмотренным российским законодательством. Даже я человек, который плохо разбирается в градостроительном кодексе, и то это понимаю. То есть стройка у вас там небезопасная. То есть под этот кран могут граждане подойти, вот работающие, сотрудники. Я уже несколько видео здесь делала, что это происходит. Также это все не ограждено, вся эта стройка. Также там ямы нарыты, которые я заставила закрыть эти ямы. Вот, то есть безопасность под угрозой. Из сотрудников ваших 490 штук их у вас здесь. И всех граждан, которые сюда приходят. Но я попросил людей даже не читать, если ты как-то не мастер. Ну, пускай. Это не суть. Это ориентировочно около этого количества людей здесь. Это большое количество людей, у которых есть семьи и дети. Безусловно, если случится какая-либо трагедия, то очень громко будет плакать город. Теперь следующее, значит. Вот эта стройка у вас ведется, и вот сзади снят забор. Целиком снят. И, ну вот, отдела. Вот, если вы вот так сбоку пройдете. Ну, вот смотрите, вот перед отдела, да? И вот вот эта боковина. Понимаете? Вот перед отдела, да, у вас. Перед. И вот боковая, вот эта боковая часть забора целиком снята. Ее там нет сейчас. На данный момент это я тоже сняла, сделала видео. Перед. Да. Да, забор. Его нет. Металлическая решетка? Металлический забор. Его нет совсем. То есть у вас отдел открыт, получается. Там уже был забор? Там нет нового забора. Вчера его там не было. И сегодня его там, я не знаю, сейчас, может, установили уже на ночь глядя. Но вчера его там не было, и я делала эту съемку. По этому поводу. Чтобы полностью была открыта? Полностью была открыта. Я зашла, у меня съемка, если вы издеваетесь. Там вы с тобой были. Никто там не стоял. Я пришла прям к будке. Почти до будки я дошла, уже тогда он вышел. Я спокойно зашла в отдел. Ну, это было вот, это было вчера, позавчера, когда я вот на днях, я сделала видео. В смысле сомневаюсь? Я думала, я вас обманываю? Я вас не обманываю. Ну, здесь это... Я, допустим, не имею в виду, чтобы показать. Целиком открыто. Пойдемте, посмотрите сами сейчас. Ну, я обязательно сам посмотрю. Вот, теперь следующее. Не дают, говорит. Вот, можете посмотреть, ну, так, снимать не надо, посмотрите. Вот у меня такой симпатик, что бумаги тоже раздаются, компьютеры, скружающие, техники. А машины в каком состоянии у ваших сотрудников? Вот я делаю видео, например, и если вы не мониторите соцсети, я советую вам это делать, потому что вы должны мониторить соцсети. Это очень важно. Там общество наше переехало, гражданское общество в интернет все переехало в соцсети. Что слышали? Машины ржавые у вас, дырявые. Я вот снимала участкового Кучелиева, на каком автомобиле он явился на вызов. Позор, дырки сквозные. Куда наши деньги уходят? Немаленькие средства выделяют на МВД. Вы видели это видео с дырками? Зайдите... Вы... А почему вы не мониторите? Я ваши проблемы все там пока... Я... Почему Ромашкин, пока его не перевели, мониторил мои видео? А вы почему не мониторите? Вы думаете, я что-то придумываю? Видео – это доказательство. Вы же знаете, что является доказательством. Видео – это доказательство. Есть ли какие-то проблемы с транспортными системами? Разберитесь, пожалуйста. Посмотрите, на каких автомобилях они у вас ездят. Не надо позорить. Транспортные системы? Почему? Ну, я вам говорю, я сняла. Кучелиев, на каком автомобиле у вас передвигался? Вот буквально пару месяцев назад. Безобразие. Дырки, понимаете? Дырки. Просто безобразие. Почему? У участковых есть автомобили? Им положены служебные автомобили, участковые? Да, есть. У них у всех есть служебные автомобили? Или кто-то отказывается? А я вот в основном их вижу на собственных машинах. Я, наверное, сделаю специально для вас. А если в нерабочее время, если не спать, можно ли на своих машинах? Нет, в рабочее. В рабочее время. В рабочее время. В рабочее время. Да. Заур Уалидович, я, наверное, специально для вас делаю. Вот я их каждого возле кабинета с утра засниму. Еще лучше здесь засниму, как они сюда к вам на работу приезжают. И специально для вас выложу это видео. Они ездят у вас все практически. Практически все на своих автомобилях. Все там положено быть. Участковым положено автомобиль? Положено. Участковых нет автомобилей. Но не всегда по опорным пунктам тоже. Не каждому участковому. По опорным пунктам. По опорным пунктам. Вот я их сейчас вам пофантиму. Тахир, у него нет машины. Габараев, у него нет служебной машины. Кучелив, вот один раз на дряхлое видел, а то он все время на своей ездил в машине. Дальше вот этот вот Бес, как Беслан вот этот у вас, седой такой у мужчины, на своей машине. Я же вам говорю, вот этот Беслан, на своей машине. У кого-то вы еще надо задать. Да, почти все у вас. Нет, так это я понимаю. Нас витали за одну машину, сейчас в институте защипляют. У меня тоже служебная, только двое защипляют. И так их сижу. У каждого не может быть за одной служебной машины. Они укрепляются и по смене, и по дежурствам. И за... За опорным пунктом машина должна быть? Да. У каждого опорного пункта есть автомобиль служебный. Да. Я вам обещаю, я специально для вас делаю. Может быть, если в дистанции сядят этот момент или что, но так, чтобы они вообще без машины такого нет. Заур Алидович, я вам хочу сказать, что я очень часто вызываю сотрудников полиции. Практически все время на них приезжают на вызовы участковые. Вы понимаете это, наверное. Я вам хочу сказать, что почти все приезжают на своих машинах. На магнит ко мне приезжали, на своих машинах. На мусорки приезжали, на своих машинах. На общежития приезжают, на своих машинах. Я ни разу не видел. Я видела один раз пучливо на служебной машине, и то она была в неподобающем состоянии. Один раз. И Мартин еще у вас ездил, ездит на служебной машине. Все. Вот и он тоже ездит на служебной. Больше я никого не видела. Он уже не в участковой. Уже дежурная? Ну вот, когда он был участковый, он ездил на своей. Остальные все на служебной. Остальные все на своей. Но здесь больше, где-либо из нас пофиксируются районы, потому что он больше ездит. У районов у всех есть служебная машина. А у города? У города практически у всех. Есть усталевшие машины, это специально уже, но этим занимаются. Есть и на ремонте, а не в начале. Заур Алидович, 20 лет правит великолепный президент Владимир Владимирович Путин. И за 20 лет структура МВД, она не стала сильнее. Она разваливается, структура МВД. Подожди, смешите здесь так грубо оценивать. А как? Потому что укомплектование на самом деле здесь просто. Реально. Я не отношусь ни к этому, как они называются. Ну скажите, ни одной партии я не отношусь. Но за 20 лет я вам скажу, кратно увеличилось оснащение. Кратно. Реально на самом деле. Шанс в том числе социальности. Конечно, не идеально, не все 100% еще. Но по-любому изменения позитивные. Кратно есть. Что есть, то есть. Это не нужно, ну, как считать, как, как будто бы заслуги не нужно. А какие заслуги? Вот говорят люди, что ваши сотрудники даже форму себе покупают сами. Многие. Понимаете? Ваши сотрудники отговорят. Если только информа, ну, материально надо решить оформляться, может, вы можете купить, если у них сами человек. Так может, дают такого качества, что люди сами себя вынуждены покупать? Ну, люди ж не сумасшедшие просто деньги тратят. Так у всех сейчас сложная материальная ситуация. Более того, если, допустим, они не получали, то они не получали продукты. Заура Алидович, я вам хочу сказать, вы прислушаетесь, пожалуйста, к словам нашего президента, который вам четко сказал. Взаимодействуйте с гражданами. С гражданами устанавливайте доверительные отношения. Вас, не конкретно вас, как личность. А вас, структура МВД, общество не уважает. Если я отношения не имею в виду, что я должен придерживаться такого же мнения, что я не поддерживаю ваше любое мнение, вы можете иметь право на собственное мнение и приводить какие-то доводы. Вот я вам доводы привожу. Я еще раз говорю, не все идеально, но позитивно, динамик. А стройка вот эта незаконная у вас? Почему незаконная? Но если стройка ведется с нарушением норм закона, она разве законная? По поводу стройки между заказчиками Алиса МВД по КВД не им уважен, а подрядчиками средственной организации. Поэтому и здесь люди назначены в контроле качества и курса средств, такие люди, средственные предпружения. И мне эта задача будет, ваше обращение будет документировано и направлено им для рассмотрения. Вы понимаете, Заур Уалидович, что вы обязаны... Я просто в курсе уже, что начальник отдела уже дал указание с подрядчиком уже это замечательное дело. И забор там, где доступ к социлингаме, там, где граждане, где социлингамеют, допустим, вот здесь, на социлингском отделе, там точно было ограждение уже замок. А почему это не сделано было раньше? Почему нужно было мне прийти в отдел и обратить ваше внимание? Это, я вам честно скажу, в плане ограждения из-за вас. Это до того, как вы обратились, до того, как вы начали говорить. Это уже был разговор был уже. Стройка полгода идет у вас уже? Нет, здесь же стройка полгода 10. То, что доступ к люди не имеют, оно огорожено. Имеется в виду, вот здесь, с лицевой стороны отделов. С лицевой стороны больше двух месяцев идет? Ну, у меня видео все под номерами. Я видео два месяца назад делала, что стройка ведется с нарушением всех норм. Я вам скажу, не по-вашему, я тебе скажу, что вот это решение не по-вашему. Были люди, кроме вас, которые это замечали, если у них были, они будут устранены уже... А сколько было протоколов составлено на строителей? Вот без моего обращения, то, что сейчас по моему обращению будет составлен, я уверена, протокол. Я уверена, участковый это сделает, не дать мне возможной жаловы. В любом случае, если не исполняется, она будет исполнена. Я уверена, что в любом случае кто-то будет наказан. Если сейчас никто не будет наказан, я, несомненно, буду обращаться дальше. Меня вот интересует, а ранее, а ранее, сколько раз было дано указание, сколько было составлено протоколов за нарушение ведения строительства? По количеству протоколов, как вы поняли, уже я обрученец, скажу, а полиция составляет, что я не владею. Не владеете. Но вы говорите, что уже обращали к строителям, за этим обращались. И уже давали указания, да? То есть уже какие-то протоколы по логике вещей должны быть за нарушение норм строительства. Не указания, потому что указания мы не имеем, как, естественно, организация давать, а замечания, чтобы они это устремили. Я надеюсь, эти замечания официальные были или так? Голословно. Я надеюсь. Ну, хорошо, я поняла. Ну, хорошо, Заура Валидович. В принципе, пока это все. А еще раз давайте, по сроке понятно. Три вопроса, да? Вообще, в общем, у вас снабжение плохое, у вас люди жалуются. Если у вас обращение в курс, я должен быть самым, чтобы ничего. Ну, хорошо, пускай пока эти три будут. Канцелярия, служебные автомобили и стройка. Все, благодарю.